Мошенница, которая обобрала своих же друзей на десятки миллионов, вынесли приговор. Снова. Это дело о Держинской махинаторше Светлане Вайспапир, которая, отсидев в тюрьме 4 месяца после первого приговора, обжаловала решение и вышел на свободу. Напомню, о ней мы рассказываем с 2017 года. Предпримчивая женщина построила целую финансовую пирамиду из своих друзей и знакомых. Говорила, что у нее есть отличный бизнес, в который можно вложиться и заработать. Просила людей брать кредиты, обещала сама их гасить, а также платить людям по 5% от суммы кредита за пользование деньгами. Первое время обещания она держала, а потом все. Следственно, считала 25 потерпевших и 74 преступных эпизода. Тогда люди буквально караулили у дверей свою бывшую подругу с требованием вернуть деньги. Вот это куча договоров банковских, где мы взяли кредиты для нее, для ее развития бизнеса. Мы отдали вместе с своих денег и вместе с кредитами 2 миллиона 300. Сейчас сумма долга у нас 500 тысяч. Она поплатила где-то месяца 4 нормально все кредиты, а потом она начала с задержками. Нам начали уже звонить банки. Никакого бизнеса нет, никаких заработков у нее нет. Куда деньги она истратила, мы не знаем. Вот так вот мы, все кредиторы и мы попадаем к родителям, к этой женщине. Потому что звонки отключены, домофон отключен, все отключено. Здравствуйте. Здравствуйте. А когда ваша дочь расплатится с долгами, с кредиторами? Кто вы меня спрашиваете? Вы кому давали? Вас кто вынуждал? Вы сами давали добровольно. Когда мы подали заявление в полицию, то полиция не увидела умысла преступления в ее действиях. Полицейский. Отнеслись поверхностно к этому расследованию и как бы отказали нам в возбуждении уголовного дела. Можно сказать, даже посмеялись так. Да. На сегодняшний день народу все больше и больше и больше. Мы просто удивляемся. Пока шло следствие и суд, у многих потерпевших уже истекли сроки давности по преступлению. А некоторые вообще не стали писать заявление, решив, что деньги уже все равно не вернуть. Почеркну, потерпевших десятки. Сумма ущерба – несколько миллионов. В итоге в прошлом году Держинский суд выносит Светлане Вайс-Папир приговор – 8 лет лишения свободы. Но спустя 4 месяца жертвы ее преступления встречают счастливую Светлану, разгуливающую по Держинску. Оказалось, что она подала апелляцию на приговор в областной суд, и он снова отправил это дело в Держинский суд на повторное рассмотрение. А из тюрьмы на этот срок Светлану выпустили, даже под домашний арест не посадили. И вот спустя 5 лет после начала всей этой мошеннической истории – новый приговор. Уже по традиции Светлана Вайс-Папир пришла на него молча, но с легкой улыбкой на лице. Светлана, какого приговора в этот раз вы ожидаете? Оправдательного. Но его уже не было оправдательного приговора. Ну что, будет теперь порядок. Деньги собираетесь возвращать потерпевшим? Приговорю признать Вайс-Папир Светлану Ильиничну виновным в совершении преступления. Окончательно назначить Вайс-Папир наказания в виде 7 лет 6 месяцев. Решение свободы с наказанием в справедливой колонии общего режима. Светлана, как вы оцените решение суда? Справедливое решение вынесут? Вы сейчас признали свою вину? Я не понимаю. Вы сюда присаживали. А, подписывать бумажки? Ну, я считаю, что это справедливое решение суда. Мы, в принципе, довольны приговором. Пусть ее там научат хотя бы работать, а не просто людей обманывать и легкие деньги получать. Пусть она поймет, что такое зарабатывать деньги реальным трудом. Прокуратурой поддержано обвинение в отношении жительницы города Держинска, которая обвиняется в совершении 74 преступлений. Она совершила ряд мошеннических действий в отношении 25 потерпевших. В общей сложности ущерб, который понесли граждане, суммарно где-то составил более 17 миллионов рублей. Мы даже не надеялись уже ни на какие деньги. Нам уже хочется просто справедливого человеческого наказания. Человек узнает, что такое труд, как даются деньги, как они вообще даются, как достаются человеку. На что потратили деньги потерпевших? Вы намерены возмещать ущерб потерпевшим? Ну, вы что, человек, вы сейчас 7 лет дадут, вы что будете давать объяснение? Мы будем его обжаловать, конечно. И не только в апелляционной инстанции, может быть, в кассационной, в Верховном суде. Не согласны с приговором, с выводами суда. И многим заплачено больше, чем взяли. Вот какой смысл брать взаймы, если ты отдаешь больше? Расскажите мне, спрашивайте, где корыстная цель, расскажите мне. И таких случаев там полно из этих вот 74 обвинений. Вината, тут в чем? Светлана, можете пояснить, вам все сказал защитник. Я вам больше ничего не скажу, а защитник все сказал. У нас одна позиция. Оставьте меня. Борьба только начинается. У нас 5 лет это идет. Ушло. Мы прошли все круги ада. Все потерпевшие. Это настолько, ну, я не знаю, и больно, и унизительно, и вообще как бы вот. Частично там кому-то, вот знаете, уже в процессе суда, мы так думаем, что это, чтобы смягчить приговор. Прям уже когда суд начался, она какие-то небольшие суммы начала покрывать. Все поняли, что это как бы, чтобы смягчить просто вот решение суда. Я думаю, что она любила красивую жизнь. Они же с дочкой в Москву ездили, суммы, гумы. Они в бутиках одевались, ходили там эти рестораны. Самое интересное, что чем она собиралась отдавать. У нее за плечами ничего не было. Никакого тыла, никакой работы. О чем человек думал? Она бездумно тратила наши деньги. Чужие деньги. Как так можно жить? Спокойно жить? Даже на суде себя спокойно так вести? Это там миллионы получаются. За все наши слезы, за все наши переживания. Пусть она ответит. Человек должен отвечать за свои поступки. Она ни слова не сказала раскаивания, ни слова извинения нам не сказала. Нет, она не раскаивается, она считает, что она правая. Это же видно по ней. Не в глазах у нее ни выражения лица, раскаяния. Она играла с чужими деньгами, нашими деньгами, как бирюльками, игрушками. И она доигралась. Как вы слышали, защитник Светланы Вайс-Папир заявил, что намерен приговор обжаловать. Так что поставлена точка в этом деле или нет, сказать сложно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!